Всем, ой, я когда начинаю говорить, у меня очки поднимаются. В общем, всем привет, меня зовут Александр Рогов, вы смотрите Рогов Live, и я забыл, что хотел сказать, давай еще раз. Всем приветики, меня зовут Александр Рогов, добро пожаловать на мой YouTube-канал Рогов Live, и мы с вами сегодня, ой, такое учудим, мы с вами сегодня вместе отправляемся к моей маме за город, в Тульскую область, потому что сегодня вас ждет формат, который вы очень любите, и очень давно просили его на YouTube вернуть. Завтрак с королевой. В общем, едем к моей маме, будем обсуждать звезд и классно проводить время. Не переключайтесь, прямо сейчас уже можно подписываться, начинать комментировать, от вашей активности зависит количество просмотров. А чем больше просмотров, тем мне и маме приятнее. Все, поехали в Тулу. Ребят, просто жесть, это реальный трэш. Я только что сообразил, еду на аудиенцию к королеве, цветы не купил, я, конечно, большой молодец. Из центра мы выехали, здесь, на этом районе, ни одного цветочного магазина я не знаю, так понимаю, что мы где-то в метро Пражская. А давай вот там где-нибудь остановимся, я знаю, что мне поможет. Сейчас я магазин цветочных найду. Так, сейчас меня спасет два ГИС. Он уже вручал меня при выборе ресторанов для ужина, на шопинге, а сейчас покажет мне, где здесь недалеко купить цветы. Итак, ну вы же понимаете, нам нужен классный цветочный магазин. Нажимаю рядом, затем фильтр рейтинг, чтобы сразу увидеть лучшее. А теперь давайте выбирать. Вы знаете, при выборе чего-то нового мне лично помогают фотографии, отзывы, оценки. Ведь в нашем цифровом мире репутация — это все. И в два ГИС все это тоже можно увидеть или оставить отзыв самому. Так, я нашел цветочный магазин поблизости с рейтингом 5. Давайте отзывы почитаем. Так, замечательный салон, все нравится. Обслуживание, композиции, свежий цветов — супер. Так, спасибо большое. Красивый букет, оперативная доставка. Мне доставка не нужна, сам приду. Все на высшем уровне, рекомендую. Так, мне кажется, вот в этом магазине должно быть хорошо. Смотрите, как удобно. Можно посмотреть и отзывы, и фото букетов, и цены. Решено, иду туда. Так, сейчас вернусь. Надеюсь, с цветами. Супер. Так. Ох, я купил свежие тюльпаны. Обожаю монобукеты. У ребят, кстати, оказался очень симпатичный магазин. Обязательно поставлю им оценку и отзыв напишу. Потому что от души хвалю бренды, которые стараются. Два ГИС. Спасибо тебе большое. Все, едем. Не гоже заставлять королеву ждать. Кучер, вези. Так. Я на месте. Так, у моих родителей новый дом. Бежим. Мама. Прям как врагов в деле. Приветики. Приветики. Сыночек. Мама и мама, ты мой мальчик, ты мой мальчик. Так, это тебе свежие тюльпаны. Очки свои чудные снимаю. Ты как? Замечательно. Красивая. Вы посмотрите. Жакет супер. Топ классный. Брюки вообще невероятные. Даже помню, когда мы их вместе покупали. Точно. Это один из самых просматриваемых выпусков на моем канале. Мамуль, завтракать будем? Да. Стол собрала? Все прекрасно. Стол просто ломится. Ой, мне кажется, сегодня даже не завтрак, а знаете, опять обед, ужин и далее по списку. Пойдем? Пойдем. Проходи. Все, давайте. Завтрак с королевой. Сейчас быстро запишу телеграм-кружочек. Все, чтобы нам все пожелали удачи. Всем приветики. Сет готов. Завтрак, ужин, обед. Я даже не знаю, как назвать то, что сейчас передо мной. Накрыт. Королева готова. Плов, шашлык, зелень, мелень, салат с ананасами. Ну и наша съемочная группа. Все, мы начинаем. Это завтрак с королевой. Мамуль, смотри, мы с тобой обсуждаем звезд. Не надо бояться, если ты кого-то не знаешь. Ты можешь кого-то не знать. Не пытайся быть идеальной всезнайкой. Говори, что думаешь. Кого-то не знаешь, супер, знаешь, отлично. Сходятся наши мнения. Великолепно. Не сошлись, но это разница поколений. У нас есть небольшие обновления. У тебя новый дом. У нас новые правила. Теперь мы не дистанем фотографии из сундучка. Мы перешли на диджитал уровень. И ты будешь смотреть фото в планшете. Их можно будет увеличивать, и тебе не понадобятся очки. Ты готова? Готова. Ну что, держи планшет, пока не открывай. Знаешь почему? Я еду наложу. Пожалуйста. Так, королева сегодня какая-то томная. Надеюсь, расколбасится. Ну ты расколбасишь все? Конечно. А ты будешь есть? Или ты вот нам всем тут плов наготовила, а сама есть не будешь? Пока нет. Ты не будешь? То есть тебе не накладывать, за тобой не ухаживать? Пока не надо, да. Так, я себе положу всего понемножку, а шашлык отец сделал? Конечно. А положи мне, пожалуйста, вот этот ананасовый салат. Который сделал мама. Да, я еще захвачу картошку. Боже, мне тут просто месиво. Я еще хочу. Положи еще. И огурчик. Да, огурчик соленый. И вот этот свежий еще салат. Просто в четыре руки накладывай мне еду. Я очень хочу есть. Я знаю однозначно, что мне будет вкусно. Мамуль, я буду сейчас жевать. А ты уже открывай планшет и смотри на первое фото. Королева и очки. Называется этот этюд. Я, наверное, разволновалась. Чуть-чуть. Но я сейчас возьму себя в руки и все будет отлично. Давай. Мам, плов, бомба. Бомба. Отлично. Красавица. Ты знаешь, кто это? Я не знаю, кто это. Мам, я тебя умоляю. Ну, я не знаю. Ну, ты точно знаешь, кто это. Вот я сейчас скажу слово на букву П, и ты поймешь, кто это. Скажи. Попа. О, Ким Кардашьян. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, правда. Мне все очень нравится. Это бусинки, жемчужинки. Это жемчуг натуральный. Это жемчуг натуральный. Ну, вот говорю, жемчужинки. Просто, может быть, мне не нравятся ее аксессуары на шее. Вот эти? Да. Вот они все прям вот усложнили. Из всей нежности. Вот, кругом нежно. Все нежно. Босоножки. Роскошное платье, шлейф, жемчужинки, да еще и натуральные. И вдруг на шее такое тяжелое, мне кажется, ожерелье. Мне нравится. Прическа замечательная. Макияж замечательный. Вот если бы брать ожерелье, оно лишнее. Просто лишнее. Ты можешь вообще этот наряд назвать платьем? Да. Потому что для меня это корсет. Тут обнаженная грудь. Там был бюстгальтер, конечно же, но корсет на грудь не заходил. Сверху мы видим эти ожерелья. Бусины. Я уточню, что мы рассматриваем сейчас фотографию Ким Кардашьян с Мэтт Галла этого года. Мэтт Галла был посвящен Карлу Лагерфельду. Знаешь, кто такой Карл Лагерфельд? Ну, говори, сынок. Карлу Лагерфельду. Это известный дизайнер, который стоял у руля модного бренда Шанель. И все гости должны были посвятить свои образы Карлу и его эстетике. И вот Карл Лагерфельд у многих ассоциируется именно с жемчужинами, с жемчужными ожерельями. Поэтому Ким Кардашьян в платье от кутюрного бренда Скеппорелли, которое полностью из жемчуга состоит. И я даже сегодня читал, что это платье изготавливали тысячу часов. Представляешь? Тысячу часов. Ну, просто вот одно замечание. Это закрыта шея и еще упирается даже в подбородок, ожерелье. Ну, очень. Ну, это прям вот как, не знаю, рыцарь. Нет-нет. Ну, я с тобой соглашусь, что вот это ожерелье настолько массивное, что оно делает платье слишком тяжеловесным. А без этого ожерелья оно было бы более легким, таким воздушным. Но, а я тут уже как эксперт, конечно, скажу, мне не очень этот образ Ким нравится. Потому что она обычно, выходя на дорожку Мэтт Галла, это особенно мероприятие, куда особенно наряжаются, как-то больше в точку попадала. Тут, ну, такое, ну, так, серединки наполовинку. Мне все нравится, кроме ожерелья на шее. Мам, я хочу сказать, что салат с ананасами великолепный. Ничего лишнего. Плов божественный. Шашлык я еще не попробовал. И я в восторге от сегодняшней еды. Если вы прямо сейчас смотрите выпуск, у вас потекли слюнки, обязательно хватайте еду, садитесь за просмотром, ешьте и тусуйтесь вместе с нами. Да? Да. Ты готова двигаться дальше? Да, да, да. Давай. Ты знаешь, кстати, кто это? Да, это наша певица, Юля зовут ее. Фамилия, ну, прям вот вертится на языке. Когда кричат, типа, помогите, караул. Караула. Да, это Юляна Караулова. Юляна Караулова. Ну что, вот здесь все великолепно. Ой, я так и знал. Ой, я так и знал. И улыбка, и нежность, и просто и ноги, и ручки, и плечо, и бант на плече, и волосы. Волосы. Пять баллов. Красотка, красотка, красотка. Мам, мы недавно с Гоши Карцем обсуждали другой выход Юлианы Карауловой и ругали его. И я, честно, специально в эту подборку добавил Юлиану, потому что мне очень хотелось ее реабилитировать в глазах моих зрителей. Еда просто во рту валится, неважно. Мне хотелось реабилитировать ее в глазах наших зрителей. Юлиана может хорошо готовиться к красной дорожке. И вот это красиво. Очень красиво. Это красивое, нежное платье. Оно такое девичье. Оно не вульгарное. Оно как будто бы ни на что не претендует. При этом оно очень эффектное. Босоножки. Супер. Босоножки. Все нежно. Супер. Просто супер. Юлиана. Кто шил это платье? Ну вот можешь, когда хочешь. Мама, у тебя подсказочек там нет? Я все отрезал. У меня есть подсказочки. Если мы знаем, что это за наряд. Это наряд от российского дизайнера, которую зовут Арина Баганова. И она уже была автором платья, который мы тоже с тобой хвалили, на Регине Тодоренко. Помнишь, она была в таком розовом платье со шлейфом, на фоне картины она стояла. Вот мне кажется, это она же. Но красиво. Наши дизайнеры могут и достойно выглядеть просто. Нет, я согласен. И здесь как-то все так мило. И вот в этом случае, в отличие от Ким, кстати, не перегружено платье, здесь такие нейтральные сережки. Смотри, какая драпировка у нее идет. Вот по груди и туда, вот вверх на плечо. Симпатично. Очень красиво. Очень красиво. Красиво. Пять баллов. Девчонки, если у вас впереди выпускные, какие-то праздники летние, вот обратите внимание на дизайнера Арину Баганову. Носите, покупайте, поддерживайте российские бренды. Двигаемся дальше. Ты точно есть не будешь? Нет, я пока не... Да, давай. Мне кажется, я начинаю приходить в себя. Вспоминай, вспоминай о том, что такое завтрак с королевой. Мы с тобой не встречались, поэтому... Вау. Ну, просто интересно, что она сейчас скажет. Ну, мне ужасно не нравится. Ну, прям совсем не нравится. А что тебе не нравится? Мы сейчас будем обсуждать образ Хантер Шафер, актрисы. А что тебе не нравится? То, что мы видим голую грудь? Да. Что этого слишком много? А что за мероприятие? Где она сейчас? Или это просто фотосессия? Нет, нет, нет. Это автопати после вручения Оскара. Есть вручение Оскара, а есть Венити Фэйр автопати, куда после церемонии идут звезды. И вот это автопати. Ты сам вот знаешь, как я люблю комфортную одежду. Я люблю что-то одеть комфортно и больше никогда нигде ничего не поправить. Вот как можно в такой одежде себя комфортно чувствовать? То ли у тебя отвалится, то ли у тебя привалится, то ли она у тебя вообще поднимется на шею или упадет на пупок. Мне эта повязочка совершенно просто не нравится. Возможно, это просто мой возраст, вот такая вот критика. Да, тут есть что показать. Ну все прямо. Ну правда, ну красиво. Ну красиво, да. Все красиво. Мамуль, я считаю, что ты занудствуешь. Это подиумный образ бренда Энди Мельмейстер. Мне очень нравится этот бренд. И образ правда хорош. И, конечно, этим образом Хантер Шафер просто, не знаю, заткнуло всех за пояс. Потому что его все процитировали. После этого выхода все о ней написали, что это супер выход. И, кстати, у Энди Мельмейстер сменился дизайнер. Это его успех тоже, что он показал это на подиуме, вот это перо, как бюстгальтер. И его надела большая такая начинающая звезда. И мне кажется, конечно, в этом неудобно. Ну, конечно, это сваливается. Конечно, она поправляла. Из-за ней, возможно, кто-то следил, шлейф этот раскладывал. И, возможно, даже через 10 минут после этого снимка она переоделась. Но она сделала. Вот мы с тобой Джулию Фокс обсуждали, когда она провоцирует своими нарядами. Она добилась результата. И заметь, мы сейчас с тобой 3 платья обсудили, все светлые. У Юлианы самое безопасное, самое красивое, симпатичное, с интересной деталью в виде выреза. Но оно безопасное. Это вряд ли будет выходом, который запомнится на годы. А вот этот выход, Хантер Шафер, запомнится. То есть это ее культовый выход на дорожку. Вот в чем разница. Это называется шоковая терапия. Именно. Именно. Я поддерживаю тебя. Хорошо, давай 5. Мы поставим тебе 5. Хантер, Шафер, лови пятерку. Давай дальше. О, кстати, Джулию Фокс вспомнили? Ой, я спалился. Ладно, ты ее знаешь. Помнишь, мы с тобой ее хвалили? Джулия Фокс. В новогоднем выпуске. Обсуждали, что она такая провокаторша. Вот что ты думаешь об этом выходе? Так, что за выход? Где это мероприятие? Это красная дорожка. Честно говоря, я не знаю, что это за мероприятие. Что-то там... Короче, куда-то она пришла. Вся в черном. Мне не нравится. Черная. Какая-то вот в ней чертовщинка вот есть. И в ее образе, и в ее лице, и не знаю. И не понимаю. Я ее не понимаю. Или надо знать творчество, или знать какое-то направление, в чем. Ну, прикол, что его нет. Ну, значит, она заявляется. Что ее творчество, только ее выходы. То есть, больше пока вот с нашего новогоднего выпуска ничего грандиозного в ее карьере, к сожалению, не произошло. И вот возможно... Там же еще смерть. Да, и возможно, вот сейчас вот начинает уже быть скучновато. Нам не понравилось. Ей есть над чем работать и двигаться вперед. Вот Джулия Фокс есть над чем работать, а мне есть что поесть. Реклама. Мои дорогие, любимые зрители канала Рогов Лайв, скоро вы продолжите смотреть «Завтрак с королевой». А пока я расскажу вам об увлечении моей мамы. Она просто обожает садоводство и с огромным удовольствием ухаживает за своим участком. Скоро вокруг ее нового дома появится множество потрясающих растений, деревьев, цветов. Я уверен, у нее в голове уже просто десятки идей. Сад моей мамы достоин самого лучшего. И она вообще-то знает, как выгодно справиться с озеленением своего участка. А сейчас узнаете и вы. Знакомьтесь. Экоплант – это питомник растений, в котором можно найти более 9 тысяч видов плодовых, декоративных, хвойных деревьев, кустарников и цветов. Здесь все, что вам может понадобиться для озеленения своего участка. Без посредников, без переплат, напрямую от производителя по самым выгодным ценам. Вот, например, давайте посмотрим. Саженцы туя обойдутся вам в 357 рублей. А если вы не хотите ждать годы, пока дерево вырастет, тогда вы можете приобрести тую взрослую любой высоты. Цена такого дерева начинается от 3 тысяч рублей. Кстати, растения выращены в России, они адаптированы к русским зимам центральной полосы и отлично приживаются. Экоплант – это два питомника, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге. Всем жителям Московской и Ленинградской областей специалисты доставят и посадят выбранные растения за один день. А если хочется иметь свой красивый сад, но вы не готовы, как моя мама, за ним постоянно ухаживать, то у Экопланта и на этот случай есть решение. Профессиональный уход за садом и участком. К вам приедут садовники и приведут все в порядок. Также, если вы находитесь за пределами Московской и Ленинградской областей, у вас есть возможность оформить доставку саженцев почтой по всей России. А тем, кто совсем недавно решил заняться своим участком, в YouTube-канал Экопланта «В помощь». Здесь вы сможете найти актуальные и полезные видео о том, как не погубить свой сад и заниматься им в свое удовольствие. Как вырастить идеальную живую изгородь, например, а еще обзоры на модные новинки сезона и загородные участки звезд. Это самое интересное. Также на канале Экопланта вы сможете скачать самые последние каталоги питомника растений в Москве и Питере с актуальными скидками до 70%. Но и самое приятное – это поучаствовать в розыгрыше сертификата на растения на полмиллиона рублей. Победитель будет определен уже 20 июня. Ссылка в описании под этим роликом. Экоплант, вы супер! ЗАВТРАК С КОРОЛЕВАЙ Вы смотрите «ЗАВТРАК С КОРОЛЕВАЙ» это «Рог оф лайф». Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне и маме, конечно же, будет приятно. Давай дальше? Давай дальше. Я уже раскрепостилась прямо. Ну давай, сейчас поймем. А первую шоку. Знаешь ли ты, кто это? А я знаю, кто это? Ну, кажется, нет. Не знаю. Не знаю. Не пойму, что у нее на юбке. Это не сумка у нее висит? Ой, смешно. Нет, это знаешь что? С бантиком. Это что это такое? Это платье с бантиками. Платье с бантиками. Я не пойму, у нее три яруса платья. Мне кажется, что оно какое-то вот такое. Какое-то, да. Какое-то геометрически созданное прямо. Ну, это опять бренд, который платье для Ким Кардашьян готовил. Это Скепарелли. Это бренд, который занимается кутюрными вещами, сложными. Они шьются на заказ по меркам клиента. И вот какой-то такой странный выход они придумали для Ани Тейлор-Джоя. Это актриса. Очень странный. И огромный, не знаю, что это. Палантин какой-то, да? Палантин, да, огромный. И голова укрыта, плечи укрыты, рук не видно. Мне не нравится вообще. Что-то здесь перефантазировали. Я даже не понимаю, какую они цель поставили перед собой. Что значит у женщины не видно рук, плечи. Загружены вот этим тяжелым планом. Я думаю, конечно же, Палантина тут снимали. Она там была как статуэтка, но очень хорошо сложена. Такая белокожая, тонкая такая девушка-эльфийка. Но этот образ такой тяжелый, сверху так много. Босоножки такие невесомые. И вот она прям пальцами в них вцепилась. Как-то ей настолько некомфортно, мне кажется, в нем. Вообще, мне кажется, ее бедную замучили в этих сложных плачах. Она хотела спрятаться от кого-то, от чего-то, закрыться. Мне не очень. Мне тоже не очень. Честно говоря. Не будем оценивать. Мы просто сказали, что это не очень. Ну, на троечку. Классно, что скипорелли. Классно, что Аня Теллор-Джой. Новый период. Ее все прям полюбили. На дорожках она появляется. Ее наряжают. Она и в винтажном Макуин ходит. Ее прям там и в Версачи рядят. И Диор ее любят. И скипорелли платье ей шьют. Может, она устала от этого? Я чуть не знаю. И как будто бы тоже скучно. Скучно? Может, мне потому что вкусно скучно? Нет-нет, я тебя поддерживаю. Да, поддерживаешь? У нас мнения с тобой сходятся. Ой, мама, следующий выход – это просто бомба. Это просто супер. Ты знаешь, кто это? Сейчас посмотрим. Я, когда увидел этот выход, я реально взвизгнул. Я тебе объясню, почему. Какая нежная девочка. Не знаешь, кто это? Нет. Это актриса. Ты однозначно видела. Очень известная актриса. Ее зовут Николь Кидман. О, конечно. Хочешь, я тебя сейчас опережу, расскажу, почему я взвизгнул, когда это увидел, а потом мы с тобой обсудим. Давай. Это тоже Мэтт Галла с дресс-кодом, посвященным Карлу Лагерфельду и его творчеству. Это бренд Шанель. Напоминаю, Николь Кидман. Это тоже мероприятие, да? Да, Николь Кидман была довольно давно лицом аромата Шанель номер пять, который тебе очень нравится. И она в этом рекламном ролике, которым занимался Баз Лурман, известный режиссер, кстати, один из самых дорогих рекламных роликов в мире, производство было какое-то баснословное, снималась в этом платье. То есть это было больше, ну, практически 20 лет назад, и она на мероприятие пришла в том же самом платье, в котором она снималась для бренда Шанеля. Шанель – это автоматически Карл Лагерфельд. Это так тонко соединить, это платье из рекламного ролика, надеть его на нее, она еще и влезла в него. Представляешь, сколько лет прошло, и оно на ней вот так великолепно сидит. Я подумал, что это вообще гениальный омаж и гениальное решение не придумывать какое-то новое навороченное платье, а взять вот это платье из архива и в нем выйти. Это очень красиво. Там еще для нючей шлейф, там эти перья. Ролик шикарный, потом тебе покажу, ты, мне кажется, прям влюбишься в него. Ну, личико, конечно, милашка-милашка. Это такой нежный макияж. И посмотри, как у нее волосы лежат. Вот это тебе нравится? Очень нравится. Кстати, я хочу оправдать эти черные босоножки. Я когда увидел фото Анфас, я подумал, какая жуткая обувь, подобранная к этому платью. Но у нее вот здесь, знаешь, что было? У нее была такая небольшая бабета и черный бантик в волосах. И получилось, что это нежное легкое платье, и опять-таки сделали острее за счет черного банта в волосах и вот этих черных босоножек. Я прям оправдываю этот лук полностью. Нет, ну ее оправдывать не надо, она хороша. Это супер. Ты посмотри, сколько фотографов. Вообще. Ты представляешь, это люди снимают ее со спины. А потом еще с лица. Да. А ты представляешь, сколько впереди. Угу. Очень красиво. Мне как-то я бы встану наложил на таком мероприятии. Ну, Саша, если бы ты так это сделал, это прям вообще... Не ходи на мероприятие. Я просто недавно был на мероприятии одно, вообще так испугался. Но я вообще социопат. Ну, почему ты что? Что я пришел, причем я нарядный был. Мы, кстати, будем фотки с этого мероприятия тоже обсуждать. Это было в Большом театре, вручение премии «Браво». И я там был красиво одетый. И я что-то вообще... Все эти фотографы все лезут. Я вообще... Я так испугался. Ну, перестань. Ну, ладно. Что-то не могу вот это стоять и улыбаться. Не надо. Вот. Ну, почему? Ты такой красивый. Да. Не знаю, что я вообще... Такой леберантный, такой современно модный. Мне прям очень любопытно. И у людей была возможность тебя снять. Ну, что вот. Ну, просто многие люди не знают, что такое выйти на дорожку. Вот даже вот здесь мы увидим Николь Кидман на дорожке. Ее снимают. А там перед тем, как выйти на дорожку, стоит ангар-загон, где все звезды стоят в очереди. Представляешь, вот стоит Николь Кидман, Риана, не знаю, Бьонси, еще кто-то. Они ждут. И это очень выматывает. Понятно, что они пришли отработать платье, засветиться, сделать снимок, чтобы их расфорсили в интернете. Я понимаю. И это тоже моя работа. Прийти, постоять вот на дорожке, сфотографироваться, пройти, дать 15 интервью подряд. Саш, тебе было плохое настроение. Да, и мне что-то вообще так переклинило. Вообще жесть. Я убежал, и так обежал дорожку. Меня заставили в итоге на нее выйти, а вышел. Но я это очень быстро все сделал. Интервью давать не стал. И вообще что-то мне прям клинануло. Ну, будем считать, что у тебя было просто не очень у меня нет практики. Практики, да. Тебе надо почаще на дорожке ходить. Зовите меня почаще на дорожке, чтобы я не накладывал в штаны от страха. Нет, тебе надо обрести опыт. Да, да, на дорожках. О, кстати, следующее фото с этого мероприятия. Посмотри. Яна Рудковская. Твоя девочка. Да, Яночка. Ну, здесь прям как-то серьезно. Серьезно. Это я не помню. У нее кожаная, не болерою или как это? Какая-то кожаная укороченная курточка, да? Курточка укороченная. Вот человек оделся на мероприятии и уверенно в этой одежде будет себя чувствовать. Ей будет всегда комфортно и замечательно. А вот это лен вышитый на ней юбка. Вот, у меня, собственно, вопрос к тебе. Вот смотри. Мы с тобой знаем обстоятельства, потому что я был на этом мероприятии. Это большой театр. Это вечер. Тебе не кажется, что для большого театра эта юбка как будто бы простовата? Хотя я знаю, что это Диор, там наверняка очень сложная работа. Это, возможно, реально какой-то лен, сотканный вручную. Это все расписано художником. Но так или иначе, тебе не кажется, что лен и вот эта укороченная курточка как будто бы не для большого театра? Нет, не кажется. Все замечательно. Все замечательно. Мне нравится. Ну, почему? Ну, Леон же, он такой пляжный. Как будто бы это пляжная коллекция Диор. Ну, почему? Почему? Ну, потому. Нет. И я тебя не поддерживаю. Прекрасно. То есть тебе ок? Ок. Может быть, просто к Яне я очень нежно отношусь, с уважением. Скорее всего. Скорее всего, да. Мне нравится. Просто нравится. Она же в большом театре потом сядет в кресло. Но она в льне. Это как дирюшка. Это чесуча. Это неправда. Ну, это неправда. Ну, смотри, вот увеличь. Вот это лен. Вот такой вот. Как будто бы это мешок от картошки. Мне очень нравится фасон. И мне нравится, что это Диор. И Яна, кстати, очень неплохо на этом снимке получилась. Но для меня лен – это все-таки небольшой театр и не вечер. Я думаю, что Яна знает цену этому наряду. Да и какая разница, сколько он стоит, если это лен? Он как будто бы, знаешь, для чего? Я не давлю. Как будто бы для коктейльной вечеринки на греческом острове. Вечером. Представляешь? Вот она без этой куртки, в этом красивом льняном платье. Бассейн, шум волн моря, пальмы. И она вот в нем там сидит. Ну, пусть она сходит и туда на вечеринку. Короче, тебе ок вообще не напрягает. Меня это не напрягает. Но при этом я с тобой соглашусь в том, что это красиво для театра, потому что я посмотрел на то, в чем многие пришли. И мне было, конечно, грустно. Потому что частью посетителей соблюли дреску. Там были красивые платья вечерние со шлейфом, девушки с укладками, с макияжем. А многие люди были просто в джинсах, трикотажных платьях, трубах, в кроссовках. И вот это, конечно, прям совсем, мне кажется, не очень. Завтрак с королевой. Давай дальше? Да. Давай, знаешь, кто это? Ну, я прям вот знаю. Ну, скажи, кто это? Ну, точно русская, во-первых. Ты уже понимаешь. Да, я знаю, что это. То, что там написано «Жара». Это новая солистка группы Артикасти. Режим Сивиль. Ей очень часто от меня достается в обзорах. Я ее ругаю. Как ты думаешь, я буду ругать за этот образ? Не знаю, что тут мех очень много. Прям очень много. А что это? Это мех или это? Ну, кажется, это перья с травмом рабу. Прическа, макияж прям соответствует этому черному наряду, этому платью. Она какой-то приз получила, она держит. Да, ну, это была премия «Жара». Я думаю, что ей за трек какой-то совместной Артикасти дали. Я скажу так. Мне впервые за все время просмотров образов Сивиль нравится, как она одета. У нее острая внешность. Ей сделали вот эту холодную волну, очень драматичные глаза, платье в пол неплохой длины. Я не знаю, насколько оно хорошо в реальности выглядело, но на фото очень симпатично блестит. Мне очень нравится это, не знаю, болероя с перьев-моробой. Ей очень идет черный. И даже в этом случае меня не смущают эти оранжевые и золотоватые тени. В общем, Сивиль, ну, наконец, прорыв. Спасибо. Супер. Супер. Мне правда нравится. Я тебя поддерживаю. Это правда хорошо. Хорошо. Наконец. Это правда хорошо. Продолжай удивлять Александра. Королева проснулась, наконец, начала обращаться к своим обсуждаемым. Мам, ты будешь есть или нет? Я не понимаю, что я один здесь. Нет, я пока не хочу. Ну, мне не нравится все. Прям вообще живот на показ. Все на показ. Кто это, Саша? Я пошел. Мама увидела беременную Джесси Джей на Брит Эвордс, который мы с Гошей Карцем, кстати, хвалили за этот образ. А вот теперь послушаем старшее поколение, что оно думает про вот это обнажение беременности. Как тебе? Мне совсем не нравится. А что именно? Ну, мне не нравится. Ну, мне не нравится. Обнаженный живот с ребенком в животе. Прям вот. Теперь каждый ставит ей срок беременности. И, скорее всего, это шесть месяцев беременности. И ты делаешь то же самое. Да. Ну, и вообще мне не нравится. А что ты вообще думаешь про вот это оголение живота, о демонстрации беременности, об этих беременных фотосессиях, когда вот это все в тряпках, и вот это вот голый живот. Это не нужно. Это не нужно. Я с тобой согласен, на самом деле. Прям вот у нас, ну, я не знаю, менталитет, наверное, у нас так не делают. Так не делают. Ну, так делают все сейчас. Ну, пусть делают. Может быть, у них это понятно. Нет. Это надо скромно закрыть ребенка. То есть выйти в свет, но закрыть? Живот. Да, конечно. Потому что вот сейчас, например, на Мэтт Галла еще две известные личности сообщили о своей беременности при помощи нарядов, надев самые обтягивающие платья, чтобы было видно, что они с животами. Обтягивающие платья норм. Главное, живот не открывать. Вот у тебя какая установка? Что бы ты посоветовала Джесси Джей? Закрыть все-таки? Объемное надеть? Вот прикрыть каким-то объемом? Или обтягивающие нормально? Ну, беременная женщина должна быть скромной. А давай перейдем к следующему снимку. Там еще одна беременная знаменитость. Это Риана, певица. Вот, например, такой вариант беременного лука. Как тебе? Ну, здесь скромнейче. Потому что живот закрыт все-таки. Да, закрыт живот. То есть я могу сделать выводы, что в целом тебя смущает именно оголение живота, но подчеркивание формы сравнительно допустимо. Нет, ну, конечно. Это уже не спрячется, это уже большой срок. Сейчас стало так модно демонстрировать беременность, что, например, Риана делает из этого шоу. Беременные луки. Ну, может быть, деньги зарабатывают. Открытый живот, беременные выходы. Она сейчас выступала на Супербоул. Это такое тоже очень масштабное мероприятие в Америке. Очень важное для исполнителя. И она выступала на Супербоул. И именно на нем она заявила о своей беременности, подчеркнув живот. То есть это на самом деле превращается в какую-то волну модную. Разволновалась. Но если она зарабатывает деньги, ничего не могу сказать. Это ее мир, это ее возможности. Пусть она их использует, и ради бога. Но женщина беременная должна быть скромной. Я тогда скажу так. Каждый может поступать, как он хочет. Но твое мнение такое, что чем скромнее, тем лучше. Тем лучше. Я тоже за скромность, честно признаюсь. Давай дальше. Устала? Нет. Хочешь, тебя поцелую в щечку? Да, очень. Ты что-то закисла у меня, малышка моя маленькая. Своими сальными пловными губами. Я тебя поцеловал. Давай дальше. Томак, мы обсуждали эту женщину. Ой, она супер. Это просто супер. Вот ты хорошее слово подобрала. Легенда – это прорыв. Это тот случай, когда актер был в забвении, про нее забыли. И вдруг, благодаря съемкам в достаточно легком сериале, про нее вспоминают. И она становится просто иконой сейчас. То есть у нее просто второй приход. Ее на руках носит. Она мем. Ее все зовут на мероприятие. Она получает большие премии. Это Дженнифер Кулич, которая прославилась когда-то, играя в кино глупых всяких таких легковесных героинь, теток, да. И уже два сезона сериала вышла «Белый лотос», которая называется. Вот она сыграла второстепенную роль, но из-за этого сериала все сошли с ума. И Дженнифер Кулич сейчас в отрыве в полном. Как тебе она, как тебе ее образ? Это тот случай, когда, говорят, человеческий фактор. Но она красавица. Как красавица. Очень красиво. Может быть, неудачно верхняя губа сложена. А у нее фишка такая. Да, она всегда. Вот так как-то позирует. Смешно. Она очень смешная. Очень красивые волосы. Прямо завидую, завидую. Хотя, чем старше, тем короче. Но ей очень это. Да, это красиво. Я тоже считаю, что Дженнифер Кулич супер. И ее блуки обсуждать нельзя. Даже если они безвкусные, они все равно классные. А в этом случае мне все нравится. Платье очень красиво. Скажи, классно. И волосы прикрыли шею. Просто, ну, очень красиво. А еще интересно, вот вам сейчас скажу, что на Дженнифер Кулич очень неожиданный бренд. Дженнифер Кулич на этом снимке в платье от бренда Сен-Лоран. Сен-Лоран шьет одежду на очень худых. И всем кажется, что Сен-Лоран это только про худых, только про стройных, про тонких, без жиринки. Вот, смотрите. Дженнифер Кулич в платье Сен-Лоран. Трикотажного наверняка от джерси. Которая ее классно так обрамила. Драпировки, видишь, по боку идут. Очень красиво легли по бедрам. Очень красиво смотрится грудь. Волосы Дженнифер Кулич супер. Это черная повязка супер. В общем, мне вообще все нравится. Она богиня. Богиня. Скажи. Я поддерживаю твое мнение. Вот просто супер. Мне нравится. И это могло быть просто черное трикотажное платье. Ой. А чекните кто-нибудь, сколько Дженнифер Кулич лет? У нас интернет никого не работает. Мы в идеальном месте сейчас находимся. Мы под Тулой. И здесь не работает интернет. Здесь можно общаться, болтать. И вообще ты ничего в сети не найдешь. Но здесь так красиво. Здесь все очень красиво. Здесь прекрасно. Это дом счастья. Но здесь нет интернета. Уху. Давай дальше. Угу. Это наша актриса. Нет? Она кого-то подумала? Что это Варвара Шмыкова? Да. Это не Варвара Шмыкова. Знаешь, кто это? Мне не нравятся пасоножки. Это Лана Дель Рей. Правда? Угу. Певица. Пасоножки как-то не очень мне нравятся. Как будто бы она в тапках просто. Да, да, да. Вот прям домашние тапочки налепила и пошла. Ну, что сказать про платье? Платье дорогое. А почему так думаешь? Ну, мне кажется, прям над ним работали-работали. Это всевозможные весюлечки на околах и на подоле. Это прям вот ручная-ручная прям какая-то работа. Платье красивое. Ну, вот прям вот закрыто. Ой, мне что, там трусики видны. Смотри, она прозрачная. Вот здесь прям вот белый треугольник видишь. Я вообще в смятении, когда я вижу образы Ланы Дель Рей, потому что они очень все странные. Она... Ну, если честно, мне не нравится. Да, она такая сейчас в непонятной, видимо, для себя форме. Никак не поймет, какая она. Потому что когда Ланы Дель Рей начинала, она была такая сухая, тоненькая, с пышными губами красотка из Лос-Анджелеса. А сейчас она более пышные формы приобрела. И как будто бы непонятно, в какую сторону ей двигаться. Если мы, например, сейчас с тобой смотрели снимки Николь Кидман с этими волосами растрепанными, но в великолепном платье. А здесь волосы растрепанные, платье как-то неказисто сидит. Эти тапки золотые. В общем, в целом все не работает. Не работает. Не работает. Лан Дель Рей, отстой. Угу. Завтрак с королевой. Ой, интересно, следующий герой тебя порадует? Это певец? Угу. И актер. И актер. А в чем он? Он кошка. Ммм. А глава кошки-то что? Это все на нем, что ли? Я не пойму. Он кошка. Ммм. Вот реакция взрослого человека на выход взрослого человека в ростовой кукле-кошке. Мам, это Джаред Лето. Красавчик, талантливый актер, певец и провокатор. Это фото тоже с Мэтт Галла. Это бал, где был дресс-код. Карла Герфельд, линия красоты. И у Карла Герфельда есть любимая кошка, которая после его смерти продолжает жить, а не заботится его близкие. Ее зовут Шупет. И вот он нарядился в его кошку. То есть это вот Шупет. Кошка Карла Герфельда. Мне кажется, Ким Кардаш иначе хотел эту кошку притащить на красную дорожку, но ей ее не отдали. И вот все остальные решили кошку поцитировать. Вот он нарядился в кошку. Как тебе такой ход? Да оно какое-то безумие. Нет? Нет. То есть тебе не прикольно? И вообще мне даже эта история с кошкой не нравится. Все должно быть в меру. Я думаю, ты будешь сейчас умиляться. Нет, не буду. Ой, какая котика мелкодезненькая. Нет, нет, нет. Но он, кстати, потом снял кошкину голову, потом снял костюм, и оказался там в таком черном красивом кейпе. Ну вот будем надеяться, что... Лучше бы в кейпе с ней пришел, да? Конечно. И вечер ему удался. Ну а если опять вот я сейчас заведу вот эту шарманку, как у Хантер Шафер, который в этом пере на голое тело, вот пришел бы он просто в кейпе. Ну написали бы Джаред Лето в кейпе. А тут вон что. Ну это сенсационные какие-то снимки. Ну типа привлечения внимания. Да, да, да. Ты знаешь еще что? Что некоторые знаменитости подсели на вот этот вау-эффект. И все время теперь пытаются перещеголять самих себя. У него был выход тоже на Мэтт Галла, куда он пришел со своей копией головы. То есть Джаред Лето в руках держал голову у Джареда Лето. И это, конечно, тоже всех разорвало. Ему этот костюм помогал делать Александр Микелли из бренда Гуччи, откуда его теперь уволили. Кстати, эту кошку тоже Александр Микелли помогал делать. Ким Кардашиен приходила на позапрошлые Мэтт Галла в этом черном носке, где все закрыто лицо, или в платье от Мюглер в каплях. А, конечно, они подсаживаются на вот этот эффект внимания к ним, когда их хвалят. Но я с тобой согласен, что как бы прийти в ростовой кукле кошки, ну ты что, аниматор, что ли, на детском утреннике? Ну это странно. Ну это совсем странно. Ну даже если эту кошку сделала Александра Микелли... Это просто неприлично. Ну это какой-то прям дешевый трюк. Не надо трудиться, не надо много работать, не надо ничего, нарядись, как пугало огородное, и произведи впечатление. Можно перериснем? Ой, мам, ну ты сейчас там... Ну я сказала сомнение. Боже мой. Боже мой, господи. И это кто? Ты просто подстава. Господи, кошмар какой-то. Там Сэм Смит в латексном костюме, который мы уже тоже с Гошей Кардсом обсуждали. Мам, прости. Но мне было интересно понять, что об этом думает человек другой формации. Одно дело, мы с Гошей сидим, обсуждаем, говорим, это вау, это айконика, это просто запоминается, это просто вот этот латексный костюм, это белка летяга, это два сердечка, которые сейчас сойдутся, соединятся, это про любовь. Вот ты человек, думающий иначе. Вот ты видишь взрослого мужчину, вот в этом латексном нечто. Что ты думаешь? Это цирк, бред, ад. Тебе интересно, что у тебя вызывают какие-то вопросы? Нет, мне не интересно. Это в самом деле что-то, правда, с цирком связанное. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Абсолютно не нравится. Не сесть, не встать, не потанцевать, не поесть. Не знаю даже. Мне нравится, что ты всегда думаешь о практичности. Практичности, конечно. Сползет ли перышко? Можно ли в этом сесть? Тут вопрос еще как в туалет, прости, сходить. Вот я хотела сказать, а вот сходил в туалет, ты потом опять на себя все это принарядишь, оденешься. Мне это не нравится. А для чего это было? Там должны были кто с кошкой, кто как удивить. Это другое мероприятие уже. Это другое мероприятие. Мы с Гошей пришли к выводу, что у Сэма Смита вышел новый альбом, и он плохо продается. И это возможность привлечь внимание к артисту, чтобы его больше упоминали в прессе. Это безобразие. Ой, мама, ты супер. Это безобразие. Блин, мам, им так всем сложно. Представляешь, мы в таком информационном шуме живем. Каждую секунду в мире что-то происходит. Каждую секунду в мире кто-то куда-то выходит. Кто-то во что-то наряжается. Кто-то что-то отмечает. Какой-то хэштег ставит. Представляешь, в каком ужасе артисты, раньше вспомни, выступил Филипп Киркоров. И вот мы это выступление записывали на «Песни года». У нас были с тобой кассеты. Потом мы их смотрели, пересматривали, покупали какие-то открытки с любимым исполнителем. То есть ты по крупицам собирал информацию, ее не было. А сейчас на тебя просто каждую минуту вываливается поток информации. И если ты вот в эту пробку латексную не нарядишься, то тебя условно не очень заинтересованный зритель даже не запомнит. Я реально считаю, что артистам очень сейчас сложно. Они реально в аду. Понимаешь? Я их не жалею. Нет, это и истории некрасивые. И ему в таком возрасте очень стыдно. Ладно. Сэм Смит двойка. По версии королевы. Вызов. Это что-то русское. Да. Давай обсудим. Это очень актуальная тема. Патриотический фильм «Вызов», который снят частично в космосе. Недавно была премьера. Юлия Пересильд исполнила главную роль. Летала в космос. Часть фильма снимали, собственно, в невесомости. И вот это премьера. Юля появилась в этом платье. Кстати, платье для Юли шил российский бренд Логинов. Это Дмитрий Логинов, которого я очень люблю и уважаю. Но так или иначе, неважно, уважаю Диму или нет, вот тебе это платье как? Тебе оно нравится? Нравится. Прямо о космосе. Прямо нежное. А космос это про нежность? Ну, не знаю. Мне нравится. Ты знаешь, я слышал частично историю этого платья, что Дмитрий Логинов вдохновлялся Людмилой Гурченко и фильмом «Карнавальная ночь». Помнишь, в котором она была? В этом платье в стиле 50-х от Диор. Танцевала. Мне не очень нравится выбор ткани, я честно скажу. Я понимаю, что все... Как рванза. Да, что все схватились за этот металлический блеск, как будто бы это космос у нас отнесет. А вот этот романтичный силуэт стиля 50-х будет про романтику и возвращение к нашим корням, к этому советскому кинематографу. Но мне, знаешь, что не нравится? Нет, оно неправильно скроено. Мама, оно несовременно. Ну, прям вот грудь и топ... Но оно несовременно. Несовременно. В этом его проблема. Но если он хотел 50-х, он горшин. Какой он может быть современный? Он достиг. Меня... И вот знаешь, на что похоже? Дим, я тебя очень люблю. Правда, ты супер. Особенно твои коллекции вот начало моего переезда в Москву, вот эти неземные какие-то. Но вот это для меня, это похоже на инд-пошив. Знаешь, индивидуальный пошив. В ателье пришли, и смотри, вот здесь вот вот эта вот ровная складочка к складочке, все такое пресное. И у нее вот эта прическа пресная, и вот бусины пресные, и вот этой вот ниточкой здесь вот перехватили. Такая колхозня. Симпатичный мейкап и очень красиво сделаны волосы. И Юля красивая. Но это платье... Нет. Задник лучше вот с этой надписью вызов, чем это платье. Давай дальше? Давай дальше. Ой, это, мне кажется, тебе понравится, возможно. Мне вообще... Я не пойму, где фигура. А где лицо? Где лицо, не пойму. Я не пойму, что у нее вот ниже... Вот на животе, что у нее. Она прямо изуродована. Мам, это Карди Би. Мне все не нравится. Это Грэмми. Все не нравится. Правда, я был уверен, что ты будешь хвалить. Мне не нравится. Или снимок такой вот, просто снимок. Я не пойму. Ты мне вот опиши ее от груди до бедра. Вот что с ее телом здесь? Это что? Это волны, которые ее окутывают. Это музыкальная волна, и она в ней растворилась, как певица. Растворилась ты в ней, как певица. Она тебя... Вот фотографии просто уродство какое-то. Да? Я прям был уверен, что тебе понравится. какая-то непропорциональна вообще. Не знаю, что она тут колено подо мной. Она просто уродлива. Не хочу говорить. Гоше, кстати, тоже этот лук не понравился. Очень не понравился. Да? Очень не понравился. То ли она окружилась, почему на ней все вот это стоит дыбром, вот это вот. Это сетка, это прямо и стояло. Она так и стояла. То есть она не создавалась. Она вот вышла такая. Это нашла вот в этой вот сетке. Саша, очень низкая оценка. Правда? Да, очень. Поставь. Ну, тройбасик. Очень низкая оценка. Не знаю, что там может и нравиться. Но я как бы... Она коротенькая его ростиком. Ну, вообще... И попастенькая. Ой, вообще. Она прям такая... Переходим. Надо человеку шить правильные вещи. Ну, в общем, это была Карди Би, в Гаура в Гупта, а кутюр у королевы нет. Нет. Окей. То есть ты бы такое не надела? Упаси, Господи. Господи, Боже. Упаси, Господи. Что-то меньше. Ой, ладно. Давай дальше. Знаешь, кто это? Угу. Это Квин Би. Это Бьонсе. Певица американская. Самая высокоплачиваемая. Кстати, это ее скандальное выступление. Она несколько лет не выступала нигде. И за гонорар, по-моему, в 200 миллионов долларов, она... Или 20? Или 200? Наверное, 20. Ну, окей. 20 миллионов долларов она выступала на открытии отеля в Дубае. То есть она приехала в Дубай. Выступать на открытии отеля. На нее обиделись ее поклонники, потому что это было закрытое мероприятие. Туда нельзя было купить билет, а ты вообще отработаешь для своей аудитории. Но при этом ты поперлась выступать для инфлюенсеров и посетителей отеля на открытии отеля. За 20 лямов. Но я считаю, что это не очень красиво. Ну, я, может быть, чуть-чуть в деньгах не разбираюсь. Их количестве. Мам, 20 миллионов долларов. И 20 миллионов долларов. Ну, если она приняла такое решение, почему это ее частная жизнь? Нет, а все ее поклонники написали, что это предательство, что для них она не выступает. На концерт пройти было нельзя, билеты туда не продавались, но для тех, кто готов ей заплатить 20 миллионов долларов, она выступила. Она свободный человек, правильно? Свободный, свободный. И, может быть, кто ее пригласил, она просто не могла отказать. Может быть. И уровень человека, я об этом не думаю. Уровень человека, который ее пригласил, и, может быть, да, может быть даже, и лямы там не нужны были, она просто не могла им отказать. В Дубае так. И тот, если сказал, она будет выступать... Она будет выступать. Она будет выступать, потому что он свой авторитет никогда не потеряет. Потерять маленькое количество поклонников, которые чем-то когда-то недовольны... Ой, столько недовольных, на самом деле. Вот именно, вот именно. Люди сошли с ума. Она была вот так одета на вот это... На выступление. Но супер. Я так думаю, что Дубай – это мусульманская страна, где дресс-код женщины очень жестокий. Я думаю, она очаровал всех. Но все равно, согласись, что для выступления в мусульманской стране все достаточно открыто. Но мы должны учитывать тот факт, что это было в отеле. Отель – это нейтральная территория, где даже алкоголь у них продается, и пить его можно, и топливо. Там загорают. Поэтому достаточно скромно. Молодец. Умница. Красотка. Сегодня ты лучшая. Я надеюсь, что они ее не взяли там в заложницы. Нет, ну зачем? Ну зачем? Какие заложницы? Я скажу так. О чем ты говоришь? Я скажу так. Я теперь говорю. Я скажу так. Для сцены мне это платье нравится. Почему? Потому что, когда артист выступает на сцене, ты не можешь увидеть все близко. То есть для меня это концертный образ. То есть если бы она так вышла на красную дорожку, это было бы плохо. Потому что, смотри, подклад непроглаженный, ткань слишком плотная. Вот это все похоже на целлофа. Но на сцене, когда артист далеко от тебя, представляешь? Реально далеко от тебя. Это работает. То, что это ловит лучи света, все отражается, ткань эта легкая, она танцует, двигается. Но мы не знаем, как было мероприятие. Нет, нет, она точно так поступала. Нет, нет, ты что, там даже снимать практически нельзя было. То есть для сцены это хорошо. То есть это не образ для красной дорожки, это не образ на выход, это не образ, который может впечатлить качеством исполнения. Это хорошо для сцены. Я вообще в шоке. Что, она тебе больше всех нравится? Окей, это платье Дольче Габбана, кстати, ей шили. Ну, что-то криво сшили. Давай дальше. О, твой любимый. Ты знаешь, кто это? Не по-моему, Киркоров, что ли? Зачем он так состарился? Прям ужас какой-то. Как будто 88 лет дедушке. Это жара, да? Он вообще его отклонил. Он вообще-то думает, что он омолодился, если что. Он же себе сделал подтяжку. Пластику. А что тебе не нравится? Почему старый? Из-за бороды белой и волос? Ой, не знаю даже. Вообще все не нравится. Но на самом деле после этих снимков многие написали, что Киркорова подменили, что это не он, что это его двойник. Я бы тоже сказала, что он сам на себя не похож. Не похож совсем. Ну, а как ты вообще относишься к его трансформациям сейчас? Ты вообще следишь за тем, что с ним происходит? Мне совсем он сейчас не нравится. Он как будто не в своей тарелке. Вот ты заметил? Он как будто все время вот что-то доказывает. Он как будто что-то ему надо сейчас вот сделать и получить такой результат обратной связи с кем-то. Ты знаешь, что, мне кажется, происходит? Он один из немногих, кто понимает, что нужно меняться. Если ты хочешь новую аудиторию, новых, не знаю, слушателей, новых поклонников, ты должен меняться и подстраиваться под время. Потому что что происходит иногда с артистами? Он остается на определенном уровне и дальше двигается только со своей аудиторией. Новая к нему не приходит. Киркоров, как Лолита, например, очень активно меняются, пробуют новые жанры. Он это делает. Иногда получается хорошо, а иногда вот как здесь, как будто бы не туда. Не туда свернули, не так сделали. Что за стрижка? Вот мне, например, большой вопрос именно к стрижке. Вот эти вот отросшие тонкие волосы, которые у него в разные стороны стоят, но мне не нравятся вообще. Похудел – супер. Фигуру в порядок привел – супер. Молодец, ради бога. Но вот что-то с ним не то. Он все время в поиске обратной связи, честной. Он не получает. Вот. С ним никто честно не разговаривает. Гениально. Ему все подсюсюкивают. Гениально. Ему все прям вот в угоду сделают. И это, говорю, не я. А ему бы просто искренне с кем-то поговорить. Гениально. Может быть, даже со мной. Гениально. Гениально. Не надо ничего придумать. У него детки растут. Его боятся все. Вот именно. Ему никто не говорит правды. А почему он боятся? Ну, потому что боятся. Потому что он возненавидит тебя, и он неадекватно принимает критику. Наверное. Скорее всего. Но ему самому тяжело. Ему очень тяжело жить. Это очень непросто. Филипп, тебе надо к всему относиться проще. У человека жизнь вот одна. Используй ее так, чтобы было и себе уютно, честно, красиво. И всем вокруг тебя было. Просто будь попроще. Ой, спасибо тебе. Ты прям очень тонко, мне кажется, разложила все. Я с тобой согласен. Мамуль, устал? У нас еще два лука. Нет, я не устала. Я наконец-то приобрела дух. Давай. Давай еще два лука. Два женских лука. В начале передачи прям как будто что-то испугалась. Ну, ты давно не снималась. Все нормально. Ничего страшного. Ну, вернется, конечно. Ну, вы же прощаете королеву, прощаете. Конечно, конечно. Все нормально. Давай еще два лука. Это певица Дуалипа, которая мне очень нравится. Мне нравится. Это снова Мэтт Галла. И снова попытка процитировать эстетику Карла Лагерфельда. Я тебе сразу скажу, что здесь в точку. Потому что платье из Твида. А Шанель прославились, и бренд прославился именно жакетами из Твида и платье из Твида. Это винтажное платье из одного из показов. Ну-ка. Вот ты уже сейчас знаешь всю подноготную. Как тебе? В восторге. Просто в восторге. Ты знаешь, когда вот прям фотография только открылась, вот видишь ступеньки. Мне показалось, это современная золушка убегает с балла. О, прикольно. Вот она. Прикольно. Она. Прикольно. Это второй образ, от которого я сегодня в восторге. Реально? Да. То есть тебе даже не кажется, что простовато? Ничьи, дичь. Аж где простовато? Ну как? Потому что платье простого фасона, оно без всяких там стразинок, просто исчисучих. Ну почему? Ну посмотри, как у нее обработано. Я не знаю, что это за кантик такой вот. И ты посмотри, как у нее прекрасно сидит по фигуре платье. То ли оно вот специально здесь присборено, прям резко такое вот прям талию сделать, как у Ворченко прям, мне кажется. А ты посмотри, какой падал, Саша. Ну ты посмотри. Ну посмотри, это прекрасный платье. Смотрю, смотрю. Платье супер. Прям супер. Платье супер. Платье супер. Платье супер. И она супер. Она супер. Дуалипа супер. В восторг. Не ори на меня. Не дави на меня. Я согласен, что платье супер. Я не то, что прям в диком восторге от этого лука. Но это хорошо. Я женской позиции говорю. Но это хорошо. Ты говоришь. То есть каждая девочка хочет быть красивой. Хочет надеть красивое платье. Это оно. Нежное. Да. Красивое. Добротное. Качественно сшито. Ты посмотри, какие у нее аксессуары. Кстати, я вспомнил, в этом платье на показе шла Клаудия Шифер. Да что ты. Да, это она его демонстрировала. И вот Дуалипа сейчас в нем вышла. Великолепно. Просто великолепно. И здесь у нее вот такой бриллиант висит. Супер. Просто супер. Сбрось мне картинку. Хорошо. Ну давай закончим. Очень красивая девочка. Мне кажется, тебе тоже понравится. Ну вот видишь, как ты меня хорошо разогрел. Разогрел. Очень красиво. Очень. Ой. Мои фотографии. Вообще кто же это? Кто же это? Это модель актриса Кара Дальвинь на вручении Оскара в кутюрном платье от бренда Элиса Аб. Прекрасно. Прекрасно. Ну вот что можно сказать? Да ничего, это знаешь, как Ивлев говорит, когда вкусно, тогда вкусно. Вот здесь тоже, когда красиво, тогда красиво. Да, может быть, не супермодно, потому что это просто красивое платье с акцентным плечом, с акцентной талией. А вот эта нога из разреза. Ну блин, ну это красиво. Как ей прическу красиво сделать? Мам, это красиво. Бант рядом огромный, как у нее ложено гладко волосы. Это гениально. Это гениально. Вот представляешь, если бы бант, и все здесь болтался, мотался. Да, конечно, была бы жесть. И многие бы сделали так. Типа здесь бант, давай вот волну, и вот так вот на одну сторону. Нет, нет, нет. Вот, ну все гармонично. Идеально. Идеально. И цвет красный ей идет очень. Очень. Очень идет. Это прям редкость. Вот и губная помада, и розовый оттенок, и обосоножки. Просто все супер. Ну просто. Я даже у себя в Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, вот здесь оставим ссылочку, писал, что это один из моих любимых образов с Оскара, хотя там были более креативные наряды, и были какие-то более популярные актрисы. Но Кара реально произвела впечатление, в частности, еще вот по какой причине. Она недавно боролась с алкой наркотической зависимостью, была в ужасном состоянии. Везде постили фотографии из аэропорта, где она босая, грязная, вонючая, с какими-то волосами в разные стороны, в какой-то истерике билась. Она себя взяла в руки перед выходом на дорожку Оскара. У нее было большое интервью для журнала Vogue, где она рассказывала о том, как она боролась с зависимостью, почему это вообще в ее жизни случилось. Вот теперь она придерживается трезвого образа жизни. И вот это был первый выход ее после вот этих фотографий чудовищных. Умница. И это, конечно, просто небо и земля. Если она сохранит и найдет себе силы не вернуться к прошлому, хотя это очень сложно, это очень сложно. Я как специалист типа Кари, это очень сложно. Ну, я надеюсь, что у Кары все получится. Она шикарно выглядит, великолепно выглядит, в потрясающей форме. И мы с королевой Кари Дель Винь желаем всего самого замечательного. Только замечательного. Воздоравливай и обретай крылья, и только в полете. Мамуль, это все на сегодня. Замечательно. А знаете, почему я хочу закончить выпуск поскорее? То, что мы приехали сюда все голодные, стол ломится от еды, а никто, кроме меня, пока еще не ел. Давайте прощаться. Это был завтрак с королевой. Великолепно, Любовь Анатольевна. К концу раскочегарилась, расколбасилась. Мне кажется, замечательный вышел выпуск. Общайтесь с своими родителями, обсуждайте разные темы. Спорьте, приходите к единому мнению. Иногда не приходите. И вообще будьте самыми замечательными, невероятными, любимыми. С вами был я, Александр Рогов. До встречи снова на Рогов Лайф. Ну, и ты тоже попрощайся со зрителями. Да, я всем желаю здоровья. Желаю, чтобы рядом с вами были близкие и люди, с которыми вам просто хорошо. Не общайтесь, с кем вам трудно. До встречи. Пока. Пока-пока. На летай, на еду. А, мы не выбрали лучшего. Кто тебе вот больше всех нравится? Ну, Золушка. Реально? Дуа? С королевой не спорят. Победительницей в сегодняшнем выпуске становится Дуа Липа в платье от Шанель. Мамуля, спасибо тебе большое. Ты моя радость. Все, чао.